Послание святого апостола Павла к Римлянам, 12.17. Никому не воздавайте злом за злом, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Ничего особенного в этих лихах нет. Кто призывает сегодня мстить? А когда задумаешься, весь мир в этом живет. Война закончилась в 1945 году, и все еще военных преступников разыскивают. Уже никого нигде нет. Сейчас пишут, что Гитлер умнож только в 1960 году. А если бы его нашли живым? По молекуле, наверное, растаскивали бы. Слово Божие открывает нам прошлую историю. Люди мстили не потому, что им плохо сделали, а им казалось, что этот человек мешает Каину убил Авеля. За что? Авель ему ничего плохого не сделал. И вдруг в Священном Писании раскрывается причина. Потому что Каин был от лукавого. Больше ничего нет. Одна причина. Родился не от того. Отец и мать, они и те же. Оказывается, у него было другое рождение. Анти-духовное. И дьявол его наставлял. Корень-то намного глубже идет, оказывается. Не мстите, возлюбленные. Представим мысльно, что сейчас живой Моисей. И мы живые христиане. По Моисееву закону, если он будет действовать, он нас всех убьет. Моисеев, которому мы поклоняемся. Живого ни одного не останется. Я перебрал. Вообще никого не будет. А если по закону Магомета, ни одного живого не будет. А по Тануду, ни одного. У них прямо написано. Найди лучшего христианина, убей. Ну это убил. А следующий, который... Ну допустим, оценка ему четверка. Это тоже уже будет лучше. Лучше тоже убили. Этого надо убить. И так до последнего. Когда все учения мира рассмотришь, я уж не говорю, коммунистическое, враг не сдается, его уничтожают. А все религиозные течения, учения, они близко не стояли к тому, что открыл Христос. Это было потрясение. Не мстите, накормите врага. Заботьтесь о нем. Благословляйте гонящих вас. Вот это монтируйте в детей. Сейчас много рассуждает о том, какая должна быть государственная власть. Какое устройство. Специальную книгу выпустили. Так и называется проект Россия. Разные виды правления разбираются, какие были. Одно из самых привлекательных, теократическое правление. Правление как бы от имени Бога. Священники везде, чтобы как в Израиле было. Первый священник Ильи, священники, они дают указания. Вообще привлекательная идея, но самая опасная. Это означает, функции священников будут суды, прокуратура, милиция, расстрелы, воины. Все это в их власти будет. А что, что-то остается. Бредят все время симфонией государственной власти с религиозными. Это недалеко от того, что теократическое правление. То же самое зло за зло. Пытались сделать так, чтобы церковь сама собой, но все время под руководством держать мирских. Их нельзя держать. Это другая природа. Нельзя сделать, чтобы лев питался травой. Нельзя этого сделать. Он должен переводиться в вала. И это нельзя волка заставить питать соломой. Он будет эту вещь порвать. Это у него природа другая. Почему Господь говорит, надо бы народиться свыше. Вот тогда зло за злом уже не будет в законе введенным. Конечно, закон можно законом ограничить как-то. Зуб за зуб. Во время игры или как выбили зуб. Разобрались. Выбил, выбил. К суде. Поставил зубину на этот же самый зуб. Какой зуб? Ударили мотком зуб и говорили, все, порт закончился, иди домой. Глаз вытун. Какой глаз? Тоже судья его выжил глаз или иди домой. А ведь сегодня за один зуб голову снесут. Да не одного. И апостол Павел дает этот закон. Никому не воздавайте злом за злом. А иеретики на духовное. Что они делают? Они же учения троицы не признают. Они же против церкви. Не воздавайте им злом. С иеретиками нужно обращаться кротко, специально и канун. Им рассказывать, говорить. Но не так, как Володский Иосиф. Казнить им больше ничего не было. Он день и ночь настаивал князю великому. Казни их всех. В конце концов добился этого. Князь. Мирской человек упирается, а верующий добивается. Наконец добился казни. Инквизиция. Что это такое? Спрашивается, а как бороться? Борьба только одним. Любовью. Вот человек обокрал хозяина и удрал. Его нигде не найти. Он в столице. Как иголка в стойке сена. И что? Нашли его? Он умеет прятаться. Нужда его загнала. И он приходит у одного узника, слышит. Ему приносят много пищи. И узник что? Он сразу разоблачил его. Не на есть будет взял. Он по разговору понял, что это бродяжка. Он говорит ему о Христе, о любви Божией, о богатстве, милосердии Божия. И он обращается к Богу. И тогда этот Павел, апостол, пишет к Филимону, прими его. Прими. И отправь обратно ко мне. Он мне нужен здесь. Тебе он не нужен был. Это вор. А он обратился. Анисти мне нужен. Считайте посланник Филимон. Это же вор. Да если бы на каждого этого вора Павла где-то родить. Да если бы каждый этого Алиси наткнулся на этого Павла. Сколько же новых тружеников на Ниве Божьих было. А ведь с мусульманами-то бороться можно. И тоже любовью. Рассказать им, что Магомед ошибся. Что Христос не умирал. Он умер. И показать. И доказать. Другого-то нигде не было источника веры, как только из Евангелия. Нет зло. Не пьерым на с татарами. Война с мусульманами. Вы думаете, напрасно эта поговорка? Казанские сирота. Это значит, Иван Грозный полностью истремил мужское население. Вся Казань были сироты. Нам этого никогда не просят. А это тоже неправильно. Объявляют в священную войну джихад тоже неправильно. Никому никогда не воздавайте зло за зло. Тебя обидели чем-то. Сотвори молитву. И садана отойдет. В любом зле с милосердием Божьим ты найдешь добро. Господь доказывает. Бьет. Но все время ждет только покаяние, что упомил. И Бог ищет причину. Хоть маленькую, но дайте Богу возможность помиловать человека. В первом послании к Коринфянам 13.4.5 Показано главное лекарство. Вот здоровый образ жизни. Нет зла. Боляшки все исчезнут. Любовь долготерпит. Милосердство. Любовь не завидует. Любовь не превозносится. Не гордится. Не бесчинствует. Не ищет своего. Не раздражается. Не мыслит зла. Я хочу проверить все места, где говорится о зле. Любовь не мыслит зла. А что, по Моисееву закону зло было? Сплошное зло, но только в уменьшем виде. Закон Моисеев был только нянькой. Он только вел. Его назначение привести ко Христу. Кто этого не понял, он так и находится под водительством няньки. Хотя уже борода седая. Если ты желаешь жить не во зле, ты хочешь быть здоровым, ищи у Бога ответ. Вот я начинаю смотреть, приходит журнал здорового образа жизни, лечебные письма, но столько же пишут о болячках, и на каждую приноровись, она у тебя есть. Вот почему из прихожих стали убирать больницы из поликлиники. Люди считают с большим воображением, и каждый себе находит эту болезнь. Забудь про нее вообще не думай. Молись и радуйся Богу, воздавая хвалу. И скажи, а завтрашний день еще на день старше буду, болезни будет еще больше. Да не о болезни надо думать, а о благодарности Богу. Дал Бог болезнь, благодарю Тебя Господи. А это давало здоровье было, где я его простерял все, где я ходил. Прости меня, Господи. Начни думать о болезни, и о здоровье вообще ум не придет. Любую болезнь, это надо день и ночь запаривать травы, сидеть по часам, смотреть, намазываться, конца края никакого не будет. Самое правильное, не злись никогда. Злой из триды. Не злись. Ну подошло что-то сразу на колени. Испытайте. Крепкая узда должна быть привязана к переднему улу, где икона. Чуть что развернулся. Я сколько говорю. Заведите себе лестово. Ну не могу никак я тебе доказать это. Приди, вместе помолимся. Один раз. Еще раз будет мне, отец Иоанн, специально. Заканчивай все работы, к вам приеду, чтобы пожить вместе. Отец Иоанн, с нами трудно жить. На каждое дело сто поклонных. Чуть что не так, мы опять залезли в уголок. И таким же светом все вокруг сиять начинает, другими цветами. Сам себя начинай наказывать. Быстро все это уйдет. Мы как-то ехали в поезде, я никогда не ездил, шесть человек. Я говорю, давайте договоримся так. Как только между нами какое-то несогласие, поститься в вагоне. И мы истребили в течение двух дней. Все, абсолютно. Как только несогласие какое, ноги на полог, опять лежим, ждем, когда обед подойдет. Когда обеда что-то между нами возникла не так, до вечера все, сатану морить надо голодом. Он любит, когда ему все это подкидывают. Выкидывать это все. Первое Коринфянам 6,6-7. Но брат с братом судится. И притом перед неверными. И то уже весьма унизительное для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть решения? Лучше оказывается, когда меня давят. Не то, что обиду какую-то держать. А почему? А я ради Христа это делаю. А ты мог бы сдать задачу? Конечно мог. Но я знаю, какие будут последствия. У того есть еще друзья. Они меня будут караулить, поймать, когда я буду идти один. А я буду с охранником убивать вместе с охранниками. Я считал, как убивали, например, министра. Едет 6 охранников вокруг. 6. Святофор загорелся и идут мимо стюарда. Не стюардессы, стюарда. И вдруг скидывают плащи у всех автоматы. Через 3 секунды все охранники мертвые. Его выкинули. Все государство ищет. И найдут только мертвого в другом месте. Невозможно спасти себя. Спасает только Господь. Ты сегодня, прикинь к себе и скажи, жизнь моя сегодня сколько раз стояла на грани, что она могла закончиться. И от скотины, и от болезней, от невидимых микробов. Да и вообще в мире нестабильная обстановка. В любой день может разразиться третья термоядерная война. Это все только вспышки ведут. И все это зло. Это нам кажется. У нас мирная обстановка. Каждый год возникает на земном шаре десятки войн локальных, местного характера. Десятки. И гибнут люди. Кто-то партизанит, как будто оружие продают. Продают и продают русские оружия. На миллиарды опять сделки сейчас сделали. С Южной Америкой. На миллиарды долларов. Это все зло сеется. И говорят, наш автомат занял первое место по многим признакам. Шесть признаков. По тому, сколько убиты. А кто автор? Называют его. Он счастливый человек? Нет, конечно. Внезапно погибает дочь. А у него уж никого нет. Какое его горе? А к нему и вопрос. А сколько ты горя посеял этим изобретением? И все совершенствует и совершенствует. Зло. Ты совершенствуй любовь. С какой стороны подойти? Я вот так делал. А теперь можно еще и вот так. А можно через жиру подойти к человеку. А можно через дочь, через знакомого, через нужду его. Все это надо исследовать. Первое Петра 2.12. И Петр учит так же. И провождать добродетельную жизнь между языщиками. Да вы не за то, за что засловит нас, как злодеев. Увей добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Я скажу Петр, а Малх, которому-то рванул по уху-то, он прославил Бога? Петр может сказать, прости меня, Господи. Не знаю, что делал. Тоже нашелся казак. Шашка размахался. Все переменилось. Петр стал другим. Теперь руки распростирает и идет, куда поведут. Первое Петра 3.16. Имейте добрую совесть. Это же молитва. Господи, дай мне добрую совесть. Совесть первичней Евангелию. Когда я прочитал у Иоанна Златоуста, я долго размышлял. Как? Евангелие я всегда считал на первом месте. Но стал считать дальше, и Златоуст доказал. А когда Евангелия не было, как люди жили? Скажи, как жил Иоан? Закона-то не было через совесть. А как жил Абель? Как жил Ной? Как он руководствовался лево и право отвечал? Совесть. Совесть первичная. Первичная, то есть раньше, вот какой смысл. А когда совесть заглохла, сожженная была грехами, Бог дает писанный закон Моисея по потому Евангелия. То есть это вторичное. То есть позже пришло. А который человек живет по совести, И ему Евангелие-то бы и не нужно было, если бы не пришествие Христа. А о Христе узнать, тут нужен тогда Евангелие. Вот с этой миссией мы сегодня думаем поехать. Добыть тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Я заранее сказал, если скажут, что я покончил жизнь самоубийством, никогда не верьте. Это невозможно. Ни в каком случае никогда, впрочем, а я Христианин. Если скажут, что он убил нечаянно, может быть, убил. Ну кидал сверху, кричал, а ребенок не слышал, упала на него балка там, и что я строитель. Не огородили. А который должен был смотреть, он отошел в сторону. Убил-то я. Нечаянно, говорит. Нечаянно. Ты машину на тормоза не поставил, на звенос, ребенка задавила. Ты все равно виной в этом. Но это нечаянно. А христиане ничего этого не могут сделать. 1 Фессон Якийцам 4.12. Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Мы все время насторожим. Человек неверующий, какие делает движения, как он говорит. Однажды спросили, скажите, вы людей как узнаете? Я говорю, с какого расстояния? А даже с расстояния можете узнать? В пределах видимости, если бинокль есть. Я могу определить, верующие или неверующие. И как быстро, в течение одной минуты. Как они разговаривают? Как они поворачиваются? Как говорят? Как смеются? Выгибаются? У верующих все другое. Все. Просто приглядитесь. Когда верующие разговаривают между собой, у них во всем приличие. Верующий человек, он в присутствии лица Божия находится. Какие высокие слова он говорит. Как все смолкает. Его и птицы, и животные слушают. 1 Фессонникийцам 5.15. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за злом. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Когда начинали строить потеряевку, мысли были всякие разные. Углубить пруды. А у меня было желание построить дом презрения. Как богадель. А для кого? Для коммунистов. Что власть сменилась, они все непрезираемые, будут выброшены, никому не нужны. Ну, которые покаются, конечно. То я бы собрал их и докармливал. Думаю, что у нас все будет. А такое у меня в мыслях было. Я говорю, где-нибудь вот здесь за храмом построить, чтобы он красиво был. Ухаживать за ними. Чтобы они его увидели в конце жизни. Что такое христианство? И кого они ответили? И каким дурным путем они шли? И сейчас выпускают они свою газету и говорят, повторим 1917 год. Больше безумия даже придумать нельзя. И они среди нас, эти люди, живут. А можно ли их обратить? Говорю, что я с такими встречался в краевой администрации. Неоднократно беседовал. По голову беседовал. Вот совершенно, чтобы ничего не принимали, мало таких людей. Ну, это уже отчаявшиеся. У которых Дух Святой отнял возможность покаяния. А как правило, говорят, ну вот я вышел раньше еще от них. Я понимаю это зло. Ну вот царя расстреляли. Ну вот и кровавый Николай. Ну а дочек-то за что? Четыре девушки. Ну прикинь, к твоим девушкам выводят. Они ничего не знают. Они нигде не участвуют. Мальчишка 14-летний. Злодеи. Первый тесно-никлицем. Павел уже пишет в Салонике. 5.15. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за злом. Какая забота была. Никому никогда злом за злом. А ведь хочется. Он мне сказал, а я-то больше не знаю, а вот я его теперь и вылетаю. Прикуси язык, помолись, подумай, обойди. 5.22. Первый фестиваль. Тесно. Удерживайтесь от всякого рода зла. Пишет верующим. Значит, верующим не так, что я христианин, я родился свыше, и ко мне зло не подойдет. Это неправда. Зло постоянно подходит, и надо воздерживать. Оно тебе тянет, хочется сказать. Ну а как? Повторяй в угол. Не кого-то встань, а сам встань. И положи 100 поклонов. И за каждым поклоном найди что-то в себе. Господи, как эту обстановку выправить? Господи, коснись его сердце, чтобы ожесточение от него отошло. Ну ты, Господи, только ты это можешь. Я ничего не могу сделать. Я знаю, как только подойду, он обозрится. Я начну ему говорить, а у него же мысли, он компромат на меня собирает. Я знаю, он такой человек. А это еще не конец. Внезапно все меняется. А то, что мы помаленьку движемся, благовескуем, видите, какие свидетельства я вам говорю. И священство ожесточено. Мы сделали такой ход, сейчас. Они ожесточены, а мы их пригласим. Батюшка барашка заходит. Они же не откажутся. Ну конечно, выпивки у нас нет. Они потерпят один раз такой обед. Они любят выпить. Но мы чем-то другим займем, что-то еще. А может быть дальше как-то будет. А может Бог даст и когда-то злодействующим против меня епископа пригласил. Лично мне многие люди хотели зла сделать. Очень многие. Притом самые близкие. Я сказал, что посты вот эти, они не нужны. Их установили монахи. Но я православный должен точно исполнять. Ко мне родная сестра подошла. Ты дай мне адрес. Я напишу в сенот на меня за то, что я сказал так. Кто только... Родные, близкие. Все отошли. А мы как стояли, так и стоили. Я не скрываю, что мои взгляды неординарные. Они не сходятся с тем, что общеприняты. Но ты живи рядом, ты увидишь. Я нигде их не нарушаю, эти устало. Я обязан не нарушать их, твердо исполнять. Первое послание Тимофея 5.14. Итак, я желаю, чтобы молодые в домы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противник никакого повода злоречию. Чтобы зла-то не было, надо самим жить, когда жил. Злоречие, оно тоже бывает не на пустом месте. А вот по уставу, когда делаешь, злоречие исчезают. Второе коринфянам 8.20. Остерегайтесь, чтобы нам не подверглись от кого нарекания при таком обилии приношения и изверяем их нашему служению. Многие присылали деньги, пару. Денег было очень много. И он направлял в Берусалим. И он заботился. Не так, что в кассе я сам вскрыл, отделил, отдал кому-то. Вот у нас касса, назначенные люди. Я ее не вижу даже никогда, сколько там. И всегда докладывают столько-то рублей, куда они стратили. Каждый год делается отсчет. Знаете, на душе у всех легко. И всегда спрашивают, подозрения у кого-то есть на этих людей? Мы сейчас пересберем. Давайте, ты будешь здесь. Все доберяют. Поэтому у нас разговор о деньгах вообще никогда не бывает. До копейки на учете. Второе коринфянам 8.21. Ибо мы стараемся о добром не только перед Господом, но и перед людьми. Как зло истребить? Стараться, чтобы и мнение было хорошее, не подавать этого соблазна. Люди подыскиваются злым, подвергающим. Обязательно даже. Вот говорят, как бороться с мусульманством? Но это же великая беда. Я не знаю особого рецепта, другое. Не могу дать знать, что молитва. Вот я на Новокузнецке нахожусь в тюрьме. Первый вопрос в камере, когда попрестался, где мне, Боже, молиться? Я уже нашел, Боже, я тут не буду вам мешать, в уголок ставлю. Нет. Тут я молюсь. Дня два прошло. Татарчонок подошел ко мне и спрашивал, а можно я вашему Богу буду молиться? Он мусульманин. Что его тронуло? Я знать не знаю. Я немножко с ним всего и побеседовал, рассказал о Христе. И он сразу запросился молиться. А если бы я его мечом, надзривом, ну, как Иван Грозный делал, ну, и что бы было? Еще нового врага нажил. А рядом другой мусульманин, ну, теперь ему что-то говорит, а он все равно идет молиться. Меня это не касается. Я отвернулся к стенке и молюсь. Колоссинам 4.5 Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Размеряйте слова. Что значит благоразумно? Завтра этого момента может и не быть. Конечно, только добро. Филиппийцам 4.8 Наконец, братья мои, что только истина, что миг честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродятели похвала о том, помышляйте, поскольку он перечислен, и из всего будет рождаться только добро. А тебя не примут, твои дела, он перетолковывает, ты не думай об этом. Все каким-то образом повернется в другую сторону. Бог до определенного момента позволяет злодействовать, злодеям злодействовать, а потом они начинают присматриваться. И злодеи потом сами на твое имя будут ссылаться. Филиппийцам 4.9. Если вы научились всему, что приняли, и слышали, и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Вот у меня в лагере ребятишки разодрались. А это он. Всегда одинаково. А это он первый. И в школе у вас, и в семье у вас такая, а это он первый. Вот это истребитель. Чтобы ребенок никогда не ссылался ни на кого. Тебя ударили. А ты не ответил. Все закончилось. Маленький. В несколько раз слабее. Но все равно хоть один раз она посарается ударить. Ну посмотрите, Грузия, ну какая там страна. кинулась моська на льва. Она знает, что за ней детка дубинка еще стоит. А если верующие, так были бы, да зачем же это мы будем делать? Да что мы на игрушках в руках масонов. Они смотри, что делать. Собственно, дома взрывают, и здесь те же самые дела творятся. Только добро. Притча 20.22. Они говорили, я отплачу за зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Как уничтожают люди друг другу. Клан на клан. Кровная месть. У нас кого-то убили. Дети у них. А теперь кровная месть теперь на них. И вдруг христиане говорят, все надо прощать. Так если убили, у меня кого-то. Прощаю. Но тот, если бы встал, он бы не простил. Но это с него спрос. А ему сейчас не дает. Так он уже пошел по мотарствам. Только прощение и любовь. Да что, и врага кормить. Да прямо написано, враг голоден и кормить. Враг. Не просто враг, а враг, который тебе великое зло сделал. Вот почему христианство встретило такой отпор во всех религиях. Говорят, что в римском патионе было 500 божеств. И все до одного последователя объявили войну христианам. Даже не надо было гадать и считать погибло христианство, но оказывается, тех религий вообще нет на земле никого. А христианство сияет всеми огнями. Притом, через разные секты Бог нас шлифует. Мы тоже можем многое взять доброе. Титул 2.4. Чтобы выразумляли молодых любить мужей и любить детей. Вот если бы старые, бабушки, вот этим занимались, любить мужей, любить, значит, слушаться. Нигде мужу поперек слова не говорить. Вот этого не научат. Развод очень близко, скандалы в семьях будут. Установите авторитет мужа. Любить детей. Вот старушка для чего ей нужна, для чего старец нужен. Титул 2.5. Быть целомудренными, чистыми, попечительными, одумя, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Сколько зла сразу уйдет. И в семьях на разводы, и в день лежит, и из-за чего каждый считает себя правым. А если бы сразу эту иерархию установили, и злом за знание воздавали, да, правильно, она все говорит хорошо. Муж пришел после получки, не такое, размахался руками, а дальше, а я ему отомщу, я уйду. Ушла, а теперь, теперь кается, была и дура, что я наделала, теперь дети растут сиротами и прочее. Так что его терпеть надо было, не просто терпеть, а молиться. И в мирской литературе много про это написано. Итак, слова апостола Павла, не воздавайте никому злом за злом, но пекитесь о добром перед всеми. Это касается в первую очередь наших ближних. Аминь. 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 Аминь.